Сарга 20. О природе разума Васиштха сказал, я тебе рассказал все это, о Ракхава, только для объяснения природы разума, без других мотивов. Разум ощущает все то, в чем твердо уверен, как из-за контакта с огнем металлический шар раскаляется сам. Существование и несуществование, приобретение и отказ – только воображаемые понятия разума, которые ни нереальны и нереальны, будучи только следствиями фантазии непостоянного разума. Разум создает заблуждение и является причиной стабильности мира. Этот нечистый разум своей тотальностью раскинулся, как весь мир. Разум – это то, что называется человеком. Только направив его на верный путь и победив его, достигаются все сокровища мира. Если бы человек был только телом, как мог мудрый Шукара оказаться вовлеченным в заблуждение многочисленных рождений в разнообразных формах? Потому разум является человеком, а тело – только воспринимаемый объект. Чем наполнен разум, того он и достигает, без сомнений. Приложи усилия для исследования того, что неприходящее, безусильно, лишено качеств и заблуждений, и ты достигнешь этого. Тело следует тому, чем наполнен разум, а не разум следует за телом. Следуй тому, что истина, о мудрый, и оставь неистинная. Этим заканчивается Сарга 20 о природе разума, книги 4 о существовании, Махарамаяны, Шри Васиштхи, ведущие к освобождению, рассказанной Божественным Посланником и записанной Валмике. Продолжение следует...